«Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя». Елена Рязанова. Читает автор. Вступление. Утром 16 марта 2011 года мы шли по набережной Сены, почти не веря в реальность происходящего. Накануне мы сели в самолёт Москва-Париж с билетом в один конец, с трёхлетней дочерью и двумя чемоданами. Этого было достаточно для нового старта, который мы себе устроили. Впервые за много лет торопиться было некуда. Мы брели, держа в руках бумажные стаканчики с кофе, ветер доносил запахи из окрестных кафе, наша дочка дала уткам куски багета, солнце грело по-летнему. Сердце замирало от свободы, от большого трамплина без страховки, от нового начала, новых целей, за которые теперь отвечали только мы сами. Ещё вчера мы были частью жизни в версии «Всё как у людей». Рома – менеджер проектов. Я – специалист по талантам. А сегодня годы успешной карьеры, стабильная жизнь и твёрдый берег остались позади. Начался эксперимент под названием «Жить, где нравится и делать то, во что верим». Настало время осуществить долго пылившиеся мечты. С Роминым выбором всё было понятно с самого начала. Он с 16 лет мечтал стать шефом французского ресторана. У меня не было такой ясности, но я верила, что разберусь в процессе. Связей в Европе мы не имели. Запасов денег на новое образование и примерно на год жизни. Тот год мы назвали взлётной полосой. У человека всего две жизни, причём вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна, – сказал Конфуций. Наша вторая жизнь началась тем утром. Хочу, чтобы в жизни каждого человека однажды наступил такой день. Неважно, где он пройдёт, в Париже или Новосибирске. Он наступает в любом месте, когда мы начинаем делать то, о чём годами мечтали и что откладывали. Когда мы начинаем проживать свою отложенную жизнь. И всё началось. Рома приступил к своему кулинарному курсу в Le Cordon Bleu, а я обдумывала и пробовала разные варианты работы мечты. За год нам нужно было определиться с дальнейшими планами и начать трудиться в новой ипостаси. Мы понимали, если нам не хватит нашей взлётной полосы, на которой ушли все сбережения, мы будем отброшены далеко назад. Несмотря на все сопутствующие страхи насчёт неопределённого будущего, жизнь беспривычного колеса была другой реальностью. Я вдруг поняла, как это много 24 часа, когда они наполнены жизнью, как много мыслей и дел можно уместить в один день. К концу года Рома окончил Le Cordon Bleu в числе трёх лучших студентов курса, и летом 2012-го мы отправились в новую точку мечты — Прованс. В планах было создать проект гастрономических путешествий в гостях у шефа в Провансе, что мы и сделали, вложив в него всю душу и остаток денег. После первого, на удивление, удачного сезона нашего проекта Рома получил предложение стать шефом небольшого ресторанчика в Монако, и мы переехали из Прованса туда, где сейчас живём и работаем. Главные правила те же — жить, где нравится, и делать только то, во что верим. А теперь самое время сказать, что в момент рассказа любой истории она всегда выглядит вполне себе стройно и логично, но это только в момент рассказа. Когда её проживаешь в процессе, никакого стройного сюжета не наблюдается, зато полная голова сомнений, страхов, многие решения кажутся ошибкой, и дорогу видно всего на один шаг. И об этом я вам тоже расскажу, когда речь пойдёт о чёрных днях, сомнениях и ошибках. Идея помочь другим в поисках себя и на дороге перемен появилась в один из наших многочисленных сложных моментов. В очередной раз, потирая ушибленный лоб, я подумала, «Почему же всё не так, как должно быть? Почему мы, такие умные и подготовленные, собрали все грабли на своём пути?» Это был крик души. Здесь стоило бы поставить десять восклицательных знаков и добавить пару нецензурных слов. Да, мы не знали, что на самом деле происходит с людьми, решившими устроить себе перезагрузку. Каждый шаг рождал много вопросов, и многие из них были тупиковыми. Почему было так сложно решиться? Почему планы оказались бесполезными? Как понять, что дело того стоит? Где гарантии? Как повысить шансы на то, что всё получится? Как справиться со страхами? «Когда же будет этот свет в конце туннеля, а?» А если всё это зря? Если сейчас мы совершаем самую большую ошибку в своей жизни? Мне задавали много вопросов, ведь я была в теме. Так я пришла к своей нынешней работе. Уже тогда я поняла, что специалистом по карьере должен быть практик. И чем больше он износил собственных деревянных башмаков, тем лучше. Все мои предыдущие 15 лет в управлении талантами и развитии людей пришлись очень кстати. Сейчас, спустя несколько лет, я работаю по своей системе. Она помогла многим моим клиентам начать новую историю. Получается, мой самый первый клиент – мой муж. Сейчас он работает в крупном проекте в Монако, но управляет уже не кухней, а всем рестораном. Он уникальный специалист, менеджер, понимающий язык кухни, и шеф, понимающий язык бизнеса. Как вы, наверное, догадались, я присматриваю за его карьерой. Что полезного вы найдете в этой книге? Это книга, которую я сама очень хотела бы прочесть еще до начала моих перемен. Все известные мне тогда пособия по реализации мечты и смене карьеры были написаны по следам истории успеха. А выводы из таких историй – однобоки. Мне бы больше помогла история ошибок, но ее предстояло изучить по пути. Поэтому моя книга основана не только на проверенных техниках «как надо», но и на примерах, показывающих «как не надо». Я адресую ее всем застрявшим на нелюбимой работе. Эта книга для вас, если вы годами живете в режиме не на своем месте, но не знаю, что с этим делать. Это значит, что вы пропускаете свою жизнь. Вы не реализуете свой потенциал и не привносите в мир то, что могли бы привнести. Когда все окончательно достает, самые смелые из вас начинают что-то делать. Как правило, то, что первым приходит в голову, кажется логичным и правильным. Чаще всего действуют шаблонными путями, ведущими в тупик, и проигрывают, не понимая почему, и больше не пытаются. Моя задача – помочь вам не только начать путь, но и не заблудиться по дороге. Ведь тропинки, ведущие в тупик или к обрыву, выглядят вполне протоптанными, и их очень легко спутать с правильными. В части первой я расскажу, как не надо. Почему мы годами существуем в режиме отложенная жизнь, и как самые ответственные и правильные из нас загоняют себя в ловушку, из которой рискуют не выбраться никогда. Вы узнаете, как отключается автопилот, и мы берем управление на себя. Я избавлю вас от мифа о корпоративном рабстве, а также от иллюзии того, что если ничего не делать, стабильность вам обеспечена. Вы поймете, что же такое амбиции, и какой мощной силой вы обладаете, а еще узнаете, что выдающийся талант и высокий интеллект не так много значат для успеха, как вы думали. И вы перестанете мучить себя переживаниями о том, что вы не гений. Мы поговорим о неверных поворотах и шаблонных подходах, которые могут обойтись вам дорого. Я расскажу о ловушке настоящего призвания, о вирусных мечтах, о том, откуда берется всеобщее желание идти в благотворительность, и почему люди могут быть несчастны в собственном бизнесе. А в части 2 мы перейдем непосредственно к плану действий. Если у вас есть большая мечта, вы поймете, как к ней, наконец, подступиться. Если мечты и интересов нет, вы начнете действовать так, чтобы они у вас появились. Кроме того, нам предстоит под другим углом изучить вашу нынешнюю сферу. Также я избавлю вас от излишнего планирования и от долгой подготовки. И расскажу вам, как начать прямо сейчас. Вы и так долго откладывали. Наконец, мы разберемся с любимыми отговорками и блоками, которые мы все мастера огородить на своем пути. Речь пойдет о денежных страхах, боязни что-то менять в кризис, других опасениях и о том, как не дать им остановить вас. В книге есть практические блоки. Это техники, которые здорово работают и не раз проверены. Также в конце каждой главы вас ждет выжимка из главных мыслей и как минимум один стереотип, который мы перезагрузили. Моя задача – показать вам, как на самом деле происходит переход от состояния «я не на своем месте» в состояние счастливого профессионала. Вы поймете, что на практике все проще и интереснее, чем вы думали. В книге будет много примеров. Если я говорю о своих клиентах, то изменяю их имена, а собственными примерами делюсь как есть. Также вы поймете, что перемены не обязательно должны быть такими глобальными, как наши. У многих моих клиентов нет задачи полностью все поменять, но это и необязательное условие для счастья в своем деле. Я не предлагаю много думать. Держу пари до чтения этой книги, вы уже думали и остались на том же месте. Чтобы найти себя и стать счастливым профессионалом, не нужно разгадывать кроссворд. Моя задача – переключить вас в режим действия. Надеюсь, у меня это получится. Часть первая. Как не надо. Чума XX века – не черная смерть, а серая жизнь. Олдос Хаксли. Глава первая. Отложенная жизнь. Дежурный кошмар про мою старость выглядел так. Больница. Пропахший лекарствами воздух, белый потолок, вокруг какие-то трубки, капельницы. Сил едва хватает, чтобы дошаркать до ванной. Я глубоко и тихо несчастна. Не из-за старости, а из-за понимания, что жизнь уже заканчивается. Но начиналась ли она? Меня ужасал этот образ, пожилой и немощной меня, в конце жизни вдруг осознавший, что все предыдущие годы были будто черновиком. Ведь я так и не решила сделать то, что хотела, так и не дала себе шанс, так и не попробовала жить по-своему. Самым страшным в этой картинке было то, что уже ничего не изменить. В этом дежурном кошмаре скрыта трагедия непрожитой жизни. Человек, о котором говорил «когда-нибудь», но получилось «никогда-нибудь». Человек, о котором всегда ориентировался на все, как у людей. И в итоге прожил так себе, посредственную историю. Если вы думаете, что посредственная жизнь выглядит некрасиво или убого, вы ошибаетесь. Там все вполне прилично и достойно. Мои клиенты часто рисуют мне картинки своего будущего, которому естественным путем приведет их настоящее. Ну, если все пойдет как есть. Лет через 5-7, поздний вечер, офис, я сижу за компьютером, на котором открыта какая-то длинная таблица. У меня лицо человека, которого все достало, и то, что происходит на экране, ему явно неинтересно. Но надо как-то это допилить. Тяжелая фигура, сутулые плечи и пара банок энергетика в мусорной корзинке. Сцена большой корпоративной конференции. Мне лет 45. Я выступаю. И видно, что мне и самой уже трудно зажечься тем, что я вещаю. И хотя все выглядит в общем неплохо, в целом впечатление тоска и скука. Не хочу. Вход в наш офисный центр. Фото с высоты третьего этажа. Много шапок. Одна из них я. В голове большой список бессмысленных дел. Еще больше, чем сейчас. И никакого просвета. Обычно после таких картинок люди зависают на пару минут и говорят, мол, самое страшное, что вот так незаметно день за днем они проживают свою жизнь в версии «так себе». А настоящая жизнь все откладывается и откладывается. В своей практике я наблюдаю три стадии отложенности. Стадия первая. Смутное ощущение альтернативы. Вроде все хорошо и жаловаться не на что, но иногда возникает ощущение, что я как будто в режиме черновика и что кажется, я способна на большее, говорит Лена. Как будто что-то важное пока и не началось. И что настоящее, мое, будет происходить как-то по-другому. Что сейчас как будто затянувшаяся генеральная репетиция. На этом этапе вы еще не знаете, что это могло бы быть главным или вашим. Вы просто ловите ощущение «кажется, я не на своем месте». и это что, все? Стадия вторая. Нереализованная мечта. Если в первом случае человек просто чувствует альтернативу без конкретики и картинок, то во втором нереализованная реальность уже приобретает определенные черты, наполнения и детали. «Я периодически мечтаю о книжном магазине с клубом для детей, где я буду проводить для них занятия. Это был бы маленький и очень уютный магазин, где было бы хорошо и детям, и взрослым. Я обожаю такие места, где сам владелец за стойкой», рассказывает Катя, которая работает в банке. «Как было бы здорово работать в команде гениев и быть на пике самых классных разработок в сфере искусственного интеллекта», говорит Дима, менеджер проектов в телекоммуникационной компании. «Представьте, придумывать, тестировать, спорить и что-то создавать рядом с яркими, неординарными людьми, и это твоя ежедневная работа. Невероятно!» Часто в вашем сознании это лежит в папке с надписью «Несбыточная мечта» или «Не в этой жизни». Иногда в вашу реальность врываются истории людей, которые решились на перемены, и вы начинаете снова об этом думать и даже порываетесь действовать. Но, поскольку понятной дороги нет, очень часто ничего не происходит. Снова включается не когда-нибудь. Стадия третья. Человеку плохо. Каждый день я себя заставляю идти на работу, а в выходные пытаюсь отоспаться и ни о чем не думать, говорит мой бывший коллега Саша. «Достала ощущать себя винтиком и притворяться, что я в порядке. Но что делать? Каждый год я обещаю себе что-то с этим сделать, даже набросал идею своего бизнеса, но кто сказал, что и там получится? живу как заложник». Если в первом и втором случаях отложенная жизнь некий виртуальный образ, отчасти даже скрашивающий жизнь настоящую, приятно помечтать на досуге, то на этой стадии человек уже откровенно несчастен. И что самое печальное, это может длиться годами. Режим отложенная жизнь затягивает, и мы рискуем незаметно промотать время зря. При этом в глубине души мы верим, что Вселенная непременно захочет не дать нам пропасть зря, и однажды нам выпадет большой шанс, или колесо остановится. Но оно не остановится. Опасно жить в ситуации бесконечного взвешивания решения. Бросить не бросить, начать не начать, сказать не сказать, решиться не решиться, ехать не ехать и так далее. Это отнимает колоссальные объемы энергии. Чем дольше вы живете в таком режиме, тем меньше сил остается на действие. Но есть хорошая новость. Чтобы включить режим выхода из тупика, не нужно сжигать мосты и вспахивать прошлую жизнь решительным бульдозером. Достаточно сделать первый шаг. Этот шаг может быть сколь угодно маленьким, осторожным и незаметным. Главное, чтобы он был осмысленным. И первый шаг мы сделаем сейчас. Вместе. Остановитесь на минуту и представьте ваш вариант развития событий, если все пойдет, как пойдет. Как это будет выглядеть через пять лет? Оно? Не оно? Если вы сейчас живете не так и идете не туда, то с сегодняшнего дня, с этого момента, вы можете прервать этот сценарий. Остановите свое колесо, чтобы решить, что делать дальше. Посмотрите на часы и запишите этот момент и дату. Какой-то день, такой-то месяц, такой-то год, столько-то часов, столько-то минут. Это точка нового отсчета. Момент остановки колеса. Это большой шаг. Дальше мы будем разбираться, что делать. Что? Что за бред? Так вообще делается? Что с того, что я запишу эту дату? Если бы все было так легко, все бы уже жили, как хотят. Но в жизни все не так просто. О, слышали? Включился голос инерции и здравого смысла, который держит вас в рамках сценария «Все, как у людей». Он часто будет вас одергивать в процессе ваших перемен. Он будет твердить вам про нетленную синицу в руке, что люди скажут, хорошенького понемножку и от добра добра не ищут. Я хочу научить вас отличать его от ваших собственных мыслей. Как мы будем с ним поступать? Чаще всего просто игнорировать. Главное, мы живем в режиме не когда-нибудь годами, все откладывая настоящую жизнь. Неосознанно мы ждем, когда однажды произойдет то, что поможет нам сдвинуться с места. Чем дольше мы в этом режиме и ничего не делаем, тем сложнее потом будет что-то изменить. Но на любой стадии отложенности мы можем принять решение остановить этот сценарий развития событий. Старый блок. Задача понять, куда ведет сценарий и принять решение остановить его требует много времени и решимости и сразу плана. На самом деле все проще. Достаточно решить, а способ найдется. Глава вторая. Как мы попадаем в колесо и не замечаем этого? жил-был мальчик. Мечтал стать космонавтом, режиссером, каскадером, врачом, капитаном, окончил школу, поступил в университет, нашел приличную работу и больше с ним ничего интересного не происходило. Печальная сказка, правда? Ах, да! Однажды его накрыло. Я не понимаю, почему все так сложилось. Я аж вроде все делал правильно. Как я мог пропустить свою жизнь? Как получилось, что я провел все эти годы как белка в колесе? И в итоге это колесо прикатилось не туда. Если вы не хотите такого сценария, давайте пока не поздно расскажу вам, как он складывается. Ведь хоть создается он на ваших глазах, но для вас почти незаметно. В чем я твердо убедилась за годы работы карьерным консультантом. Познакомьтесь, Денис. Это ему принадлежат слова «Как я мог пропустить свою жизнь? Я же все делал правильно». Денис все время занят. У него всегда было сумасшедшее расписание, отвлечься было некогда даже в отпуске. Он пашет на своей ответственной работе в двух часах пробок от дома и с каждым годом становится все загружение. Время от времени его повышают, задач прибавляется. А когда приходило сомнение, так ли он хочет жить и куда он вообще идет, он обычно говорил «Ну, сейчас не время, однажды я переделаю все дела и обо всем этом подумаю». Признаюсь, я тоже так думала. Я почему-то жила с убеждением, что колесо однажды остановится, у указателя наконец-то интересная жизнь. Только вот сначала надо закончить все дела из списка. Однако список задач у меня, у Дениса и любого из вас никогда не заканчивается. Зато он создает иллюзию занятой, целеустремленной и результативной жизни. Планы пишутся, галочки ставятся, цели достигаются. Вы активно карабкаетесь по лестнице, но при этом даже не задаетесь вопросом, к той ли стене она приставлена. В средние века у греха занятости было две ипостаси. Первая неспособность что-либо делать, это можно назвать ленью. Вторая безумная беготня, ощущение того, что я иду не знаю куда, но клянусь Богом, я спешу изо всех сил, чтобы туда прийти. Цитата из книги Бриджит Шульте «Мне некогда» в поисках свободного времени в эпоху всеобщего цейтнота. В чем же подвох? Давайте разберемся. Подвох номер один. Загруженность создает иллюзию успеха. Успех в нашей голове как-то незаметно стал связан с забитым расписанием, двумя смартфонами на столе, многозадачностью, отпусками в режиме всегда на связи, отсутствием выходных и даже ночными бдениями в офисе. Именно так все и выглядит, когда вы несетесь на полной скорости, при этом не двигаясь ни к какой цели. Но подумать вам об этом некогда. Поработать на полную катушку я и сама люблю. И вообще хороший профессионал всегда чем-то занят. Я за занятость, только чтобы человек понимал, в чем сделка и куда он так бежит. Загруженность опасна не только с точки зрения потери горизонтов. В японском языке есть слово «короши» — смерть от переутомления на работе. Впервые такое случилось в одноименном городе, когда одного офисного менеджера утром нашли мертвым лежащим лицом на клавиатуре своего рабочего компьютера. Он трудился практически без выходных и каждый день на несколько часов дольше рабочего дня. Японский премьер-министр Кейдзо Абути сгорел на работе после полутора лет пребывания на посту. За это время у него было всего три выходных, а рабочий день длился больше двенадцати часов. Если вы погуглите термин «короший», вы найдете еще массу примеров. И да, я хочу вас напугать. Начнем включаться прямо сейчас. Практика. Задайте себе вопрос, туда ли я иду. Какой стене приставлена моя лестница? Самый простой способ посмотрите на тех, кто на одну три ступеньки выше. Вдохновляют? Это похоже на то, чего вы хотите? Если да, то лестница приставлена к верной стене. Ура! Если нет, похоже, нужно пересмотреть сценарий. И лучше вам понять это сейчас. Подвох номер два. Загруженность создает иллюзию смысла. Потеря себя не сопровождается взрывом, грохотом или параличом конечностей. В конце каждого бессмысленно проведенного года у вас не отваливается нога или рука. Это вы сразу заметили бы и что-то с этим сделали. Но вы пропускаете вашу жизнь буднично и незаметно. День за днем, задача за задачей, из бесконечного списка дел. От одного плотно забитого ежедневника до другого. И нет повода бить тревогу, ведь все как у людей. И при этом никто не спрашивает «Ты счастлив? Тебе интересно? Чего ты хочешь? А к чему спрашивать? Вроде все хорошо». И в самой большой группе риска ответственные и правильные люди. Ведь они стараются сделать все как надо, соответствуют ожиданиям, достигают результатов. Включение, а потом осознание «я пришел не туда» может быть болезненным и часто происходит из-за не очень хороших событий. Давайте их не ждать, потому что это может стать очень дорогим уроком. практика. Периодически включайтесь сами, а для этого чаще поднимайте перископ. Любым способом выныривайте из своих плотно забитых туду-листов и обнуляйтесь, смотрите на свою жизнь как бы со стороны, с дистанции. Я люблю одну практику и сейчас расскажу о ней. Обычно утром своего дня рождения я просыпаюсь, будто я с кем-то поменялась телами и теперь оказалась в этой жизни и в этих обстоятельствах. Главное посмотреть на все новыми глазами. Где вы? Что делаете? Что за люди рядом с вами? Вы бы выбрали все это, если бы могли выбирать? Подвох номер три. Загруженность сужает кругозор и создает профессиональный туннель, из которого сложно выбраться. Даже если я захочу что-то поменять, я даже не знаю, что мне нравится, нет у меня никаких интересов, кроме работы, говорит Денис. Верно, со временем мы прочно замыкаемся в одном профессиональном сценарии. Нам некогда смотреть по сторонам, некогда копать глубже, нам даже некогда точить пилу, мы все время пилим. Потом, когда мы решаемся что-то поменять, мы можем просто не знать, что нам нравится и кто мы такие. Мы будем прочно ассоциировать себя со своей должностью и компанией, потому что это и есть вся наша жизнь. Замкнутый круг. Хотите проверить, в туннеле ли вы? Я больше двух лет ничему не учился, просто выполняю свои рабочие обязанности. Я не могу сходу рассказать о том, что нового происходит в моей сфере, какие тренды, какие инновации. Я не знаю интересных профессионалов и лидеров мнений в темах, которые мне интересны. не знаю, что это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok